Всем привет, друзья! С вами Андрей, это канал Футбол, это жизнь и это продолжение карьеры за Зенит. Перед началом этого видеоролика хотел бы вам напомнить о том, что у меня есть второй канал, игровой канал RNT. Ссылочка на него в описании под этим видео, поэтому переходите, подписывайтесь, кому интересны игровые прохождения и летсплей на ютубе. Буду рад вас всех там увидеть. Ну что же, а мы продолжаем наш марафон. Как только под этим видеороликом вы набираете 10 лайков, мы сразу же выкладываем следующий ролик, так что дерзайте. Ну что же, мы переходим к четвертому сезону. Давайте сразу незамедлительно. Решил я, да. Начнем, почему бы и нет. Времечка, конечно, мало у нас осталось до выхода FIFA 22, но мы постараемся еще до сих пор уместить две карьеры. Это вот карьера за Зенит и карьера за Лестер. Будем верить, что карьера за Лестер у нас закончится со второго сезона, у нас получится выиграть Лигу Чемпионов за Зенит. Вот четвертая попытка пошла выиграть Лигу Чемпионов. Вот Маркинис к нам присоединяется. Поздравляем. Нас с таким приобретением очень хорошим. Ну, в принципе, как и Портей, тоже он был примерно на один сезон. Портей мы на один сезон купили и сразу же мы его продали. За 34,5 миллиона переходит к нам Маркинис. Обновлен состав молодежной сборной. Портей переходит в Баруси Мюнхенгладбах. Санчес возвращается в команду. Так, давайте посмотрим. Давайте на всех мы сейчас посмотрим. Так, я не знаю, давайте по возрасту, наверное, еще раз бы пробежался я. Так, да, вот Маркинис. Ему 29. Ну и все. Как-то так. Так, что у нас здесь? Да, Дугласа Санкса мы собираемся же продавать. Вот они, кстати, согласились продать его за 6... Ну, купить, точнее, за 6600. Поэтому, да, мы соглашаемся. Денежки неплохие к нам перевалились. Поэтому все. Так, вот еще и мерят у нас, да. Новый вратарик, кстати, он, как и Пикфорд, одинакового рейтинга. Поэтому посмотрим, посмотрим. Так, а вот и пришли наши аренные игроки, которых мы можем сейчас снова поздавать в аренду и неплохие деньги на этом получить, заработать. Так, у нас самый минимальный рейтинг в команде это 75. Я сейчас не знаю. Посмотрим, здесь какой, кстати, 77. Неплохо так. По зарплате я, в принципе, пока что не знаю, какого нам надо левого защитника. Вот. Но я бы подписал здесь некоторых игроков с рейтингом 77 из молодежной команды. Так что, ну, правда, я не знаю. Хорошие деньги можно на них поднять. Так, ну я бы тогда... Вот честно, не знаю. У нас игра... Вот и эти игроки, в принципе, вот есть Рибери из молодежной академии, но он на 78. Фарфана бы тогда, может быть, и на трансфер можно сразу уставлять, как и Санчеса. Правда, у них компенсации маленькие. Поэтому я, правда, здесь не знаю. Давайте тогда их уберем. Будем их лучше вот по арендам вот так ссылать. Нежели сейчас их просто за копейки кому-то отдадим. Нет. Мне этот вариант не нравится. Так, об уходе. Лунев, Портей, Бариус. Все. Из новичков Мерит и Маркинис, еще и Сумаре, да, сразу же пришли. Так, Караваев, Хуакин и Санчес. Пересмотр контрактов. Азмун минус 2 к рейтингу сразу дал. Вот так, да. Вот это вот обидно. Так, возвращение арендованных, да. Так, еще раз. Караваев, Хуакин и Санчес. Поехали. Будем болтать с ними. Итак, Мерит. Теперь у нас в новостях. За 17 миллионов перешел в Зенит из Наполя. Дугла Санчес перешел в Шанхай. Сибири. Пожелаем ему там удачи. Так, что у нас по контрактам? Да, я так понимаю. 2 миллиона будет получать у нас Санчес. Ну, получается на миллион мы ему поднимаем. И на 8 миллионов у него выросла компенсация за переход. Продлеваем контракт. Вот. 800 тысяч подняли. Здесь на миллион 200 Хуакин. И у него компенсация маловато. Конечно, на 4 миллиона всего поднялась. Так, и что у нас с Караваевым? Провалились. У нас нишка. Нишка, да. Низкая годовая зарплата. Но ничего. На следующей неделе постараемся с ним договориться. Так, об уходе игрока. Это, да, про Дугласа Сантоса уже сказали. Так, Сумаре. За 21 миллион перешел в Зенит. Округлили мы так. Нелл подал в оставку. Лена переходит в Порто из Мадридского Реала. Пикфорд получил предложение от Атлетика Мадрида. Так, вот скауты. Замечательно. Все три вообще супер. Ну, там не по позиции уже сразу. Вот я вижу Хакими. Понятно. Так, здесь Альфонсо Дэвис. Вот это замечательный вариант, кстати, бы был. Так, сразу же начинаем переговоры. Должно на него хватить. Вот, в принципе, все. Есть вот даже чуть-чуть можно им поднять и, ну, сантрансеры, и зарплату ему, то мы потянем. Так, ну и Миколенко. Миколенко, наверное, Миколенко. 80 рейтинг, к сожалению, нам вот не подходит. Желательно нам побольше. Так, Пикфорд. Да, в Атлетико Мадрид за 36 миллионов выше рыночной стоимости предлагают. Поэтому как-то так. Вот, в аренду ПСЖ за Джефферсона Фарфана. Так, во-первых, на полгода. И за 16 миллионов. Сейчас его попробуем отдать. И тогда нам денежек хватит уж точно на Альфонсо Дэвиса. Так, за Пакоста переходит из Челси в ЦСКА за 7 миллионов. Вот такое вот очередное подписание в российской премьер-лиге. Так, 33. Отлично. Здесь, ух, чуть-чуть мы не потянем. Я не знаю. Нет. Вот немножечко. Я даже не знаю, что нам делать. Давайте вот так чуть-чуть. И бонус ему шлепнем вот так в половинку за сухие ворота. Я надеюсь, что получится. Потому что нам немножечко, буквально там 20 тысяч евро на зарплату ему просто не хватило. Так, а вот Фарфан за 14 миллионов на полгода уходит в ПСЖ. Так, Давид Таварес переходит в Спартак из Браги за 14 миллионов. Фарфан ушел, да, вот в аренду. Иска переходит из Реала в Ювентус. Так, там вроде ничего по слухам. Так, замечательно. Во-первых, он просит там... Ну все, в принципе, он согласился. Альфонсо Дэвис, поэтому все. Там, я не понял, требует понизить ему компенсацию за переход. Но мы вроде не стали ее даже менять. Поэтому 71 миллион у него компенсация. Так, Рибери. Рибери в Севиле за 18 миллионов. Ну, мы сейчас на полгода, во-первых, ставим. Ну, во-вторых, 25 миллионов поднимем. Вот. Ну, слава богу, что я не стал покупать сейчас игроков. Подписывай, точнее, из Молодежной Академии. Потому что нам бы сейчас денег вообще бы не хватило на Альфонсо Дэвис. А так, замечательное подписание. Очень хорошего левого защитника. Причем, Альфонсо Дэвис у нас даже будет, скорее всего, по рейтингу. Примерно, я так смотрю. Даже основным игроком. Все, Альфонсо Дэвис присоединяется уже к команде. Посетил пресс-конференцию. Мы вручили там футболку. Так. Ну, и пошли дальше мои переговоры. Вот Альфонсо Дэвис. 85-й. Да, Хоса Гая там 83-й. Рибери за 21,5 миллион. Переходит в Севилю на полгода. Вот так вот. Так, денежки-то растут. Ну, вот зарплатного бюджета у нас не так уж и много. И это очень даже плохо. Надо дальше нам тогда смотреть. И, скорее всего, мы будем, да, убирать Караваева. Вот. Правый защитник нам теперь нужен. Но я бы уже, как бы, нашел одного. Но вряд ли я накоплю сейчас денег на зарплату Хакими. Вот. Вы просто посмотрите, какие сумасшедшие деньги. 48 миллионов-то я бы, может быть, где-нибудь еще бы и отыскал. Но вот 6 миллионов на его зарплату. Это будет очень трудно. Так, ну и, во-первых, сейчас, да, поменяем вот на право защитника. Теперь, чтобы скауты нам его находили. Так, Хорди Альба переходит в Реал Модель из Челси. Ну, вот такой вот переход. Раньше за Барселону, теперь уже за Реал Модель. Требери, в Севилю и Зенитов аренду на полгода. Замечательно. Так, что у нас с Хакими? Он, в принципе, согласен за зарплату в 6 миллионов. Ну и 50 нам надо найти еще, чтобы заплатить император. Так, он согласен. Вообще супер. Ну, там не надо игрока 3 продать. 2. 3-2 футболиста, чтобы потянуть зарплату Хакими. Каларов переходит в Арсенал из Милана. Рейтинги национальных сборных обновлены. Так, и Франция возглавляет. Этот данный рейтинг. Так, Депена переходит в Рубин из Балони за 2 миллиона. Каутиньо переходит в Барселону. Возвращается из Атлетика. Пикфорд. Мы уважаем соперника. Вот как раз Пикфорда мог и перейти в Атлетика Мадрид. Сейчас мы с ними будем играть в предсезонном товарищеском турнире. Санчес на... Ух, как тут лептик вообще молодцы. Сразу на полгода. Вообще супер. Ну и 16 миллионов хотим мы за него получить. За вот эту вот аренду. Так, во-первых, переходим теперь в план. Команды. Да, отсюда убираем. Хосе Гая ставим Альфонсо Дэвиса. Так, а я, кстати, не знаю. Посмотреть. Так, данный, наверное, вот так. Но вот мерит по росту. Он даже выше, чем Пикфорд. Поэтому давайте будет у нас мерит теперь основным вратарем. Надеюсь, вот не сильно там обидится Джонатан Пикфорд. Не знаю, Джонатан или как он же. Жо Пикфорд. Можно так сокращенно, наверное. Так, смотрим дальше. Маркинес у нас, да, идет как опорник в команде. Паласиос. Паласиос. Да, вот так вот. Все. Поэтому вот такие дела. И теперь вот сюда мы ставим Филофодана и Сумаре на скамеечку запасных. Здесь у нас Дариуси. И Чалова бы я бы поставил. Так, вот не Шамородова, а Чалова. Все. Но здесь Лукуми, Аки и Шамородов. Хоакин и Санчес это игроки. Так, вот аренды. Так. Ну, кстати, и Чалова надо будет ставить в старт. Потому что Азмун потерял двоечку в рейтинге. Ну и все. Азмун у нас теперь игрок второго плана. Получается. Так, ну и пробежимся сейчас. Может быть у кого-то есть способности с капитанской повязкой. Если не у кого, то там старожилам каким-нибудь отдадим капитанскую повязку. Я не знаю даже, правда, вот кому здесь. Давай пусть будет Малком с капитанской повязкой. Все. Стартовый состав мы собрали. Санчес единичку к рейтингу добавил. Вообще замечательно. Сейчас еще и в аренду может уйти. Так, ну а мы пропускаем вот эти товарищеские матчи. 4-2 мы обыграли Атлетико Мадрид. Супер. Так, а Сасуну покинул Оир. Ее символ и ушел в Майнц. Ну вот такие вот. Удачно написался в команду. Нам говорят про Альфонса Дэвиса. Так, и пошли вот правые защитники. Ох, там я уже увидел кого. Трента Александра Арнольда. Ну, легче здесь Хоккей Ми получается нам приобрести. Потому что 12 миллионов. Там 11 округляем его зарплату. Ну это просто какие-то космические деньги. Есть еще и Джеймс как вариант. Но все-таки вместо Караваева мы смотрим. 83, мне кажется, вот хороший игрок. Которого мы, в принципе, так, кстати, и можем потянуть. Почему бы и нет. Если Караваев бы сейчас ушел бы, я бы, мне кажется, забрал Джеймса. Не такая уж большая там зарплата. Вот зарплата в районе 3-4 миллионов. Мы еще можем потянуть. Так, приглашение возглавить сборную. Санчес прогрессирует. И советует нам его включать в стартовый состав. Ну, потом. Так, ну вот Бразилия. Ну, кстати, Франция. Вон, смотрите, Бразилия, Франция. Вот такие хорошие сборные нам пришли. Предложения от этих сборных. Но мы, к сожалению, отклоняем. И концентрируемся только на работе в Зените. И в надежде на то, что станем единственной командой, которая выиграет Лигу Чемпионов из российских клубов. Так, Шахтер. У нас сейчас на матче Караваев никуда не собирается. Кстати, ЦСКА пустили слухи или все-таки предложение сделали? Нет, пока что Санчес. За 14 миллионов входит Санчес на полгода в Лейпциг. Очередные хорошие деньги мы получаем. Так, ну и очередной матч. Все-таки я хочу выиграть предсезонный турнир. 3-0 вынесли Шахтер. Ну и все. Нам теперь осталось, я так понимаю, не проиграть Ювентусу. И мы выиграем наш первый, кстати, предсезонный турнир. Но за три года уже все-таки пора. Пора выиграть этот турнир. Так, Ихуакин. Булверхэмптон. Его хотят, правда, на год. В аренду взять мы, естественно, на полгода. Потому что денег мы получим намного больше. Понятно, что игроки вряд ли там успеют что-то из себя показать. Ну да ладно. Главное, что мы сейчас деньги получим. Все. За 60 миллионов согласны мы продать Ливерпуль нам Трента. Ну а Джеймса за 17 с половиной. Согласны. Поэтому мы просто ждем, когда Караваева продадим. Потому что замену в лице Джеймса мы ему вот нашли. Так, ну идем дальше, получается. По рейтингу смотрим, Караваев идет. Потом уже Шамуродов. Поэтому Элдора Шамуродова мы тоже выставляем на трансфер. Ну и все. И здесь тогда уже ищем нам центрального нападающего, которого будут, мне кажется, долго искать. Так, я вот смотрю. Вроде все у нас здесь уже сбились. Вот эти вот предыдущие поиски. Ни одного центрального нападающего чистого у нас, к сожалению, нет. Так, ну точно я отклоняю Трента Александра Арнольда. Ну и Хакими, потому что я в принципе не успею найти такие деньги. Поэтому все. Вот Джеймс. Главная наша цель сейчас. Надеюсь, что получится продать Караваева до окончания трансферного окна. Там как раз ЦСКА его хотели забрать. Так, Зенит-Пересед очень трудный матч. Да, играем все-таки против Ювентуса. Матчи за чемпионство у нас. Я бы хотел сейчас посмотреть по поводу Караваева. Какие клубы там интересуются. Уже никакие. У нас Караваев провел 89 матчей. Три голевые всего лишь отдал. Вот, кстати, когда мы только начинали, наверное, до первых два сезона, у нас Караваев-то как раз был самым основным правым защитником. Внимание, важный матч. Мы проиграли Ювентусу. Но все равно нам это не помешало выиграть этот турнир. Это наш первый International Champions Cup. Тем более еще и Азия. Против Атлетика и Ювентуса мы выстояли и выиграли этот трофей. Так, Маркинис превосходит все ожидания. Он, кстати, по четвертым номерам выступает. Так, смотрим дальше. Хуакин. За 19 миллионов Воллархэмптон согласен подписать. И все, мы снова отдали всех четверых наших игроков из молодежной академии. Пора бы там уже кого-то продавать. Ну, как только там контракты мы с ними действительно за хорошие деньги договорились бы, отступные, тогда бы сразу бы продали. Вот и наш первый трофей. Вот. В этом сезоне предсезонный турнир. Ну, и все. Движемся к матчу за Суперкубок. Как раз против Локомотива. Итак, соревнование начинается. Суперкубок России. Нович Кумаркинис превосходит все ожидания. Хаса Калихон приходит в Атлетико из Тоттенхэма. Хуакин отдан в аренду. И все. Как-то так. Я надеюсь, сейчас по Караваеву пришло предложение. Да. И действительно, да, ЦСКА. Ну, мы возвращаем, во-первых, Караваева в ЦСКА. Он раньше выступал за них. Но все-таки отдаем конкуренту. Ну, 4 миллиона 800 за Караваева. Маловато, конечно. Хоть он так 6 стоит. Вот, на целый миллион скидку даем. Но все-таки не был он у нас основным. Тем более, мы сейчас можем забрать одного из основных игроков Челси. Правозащитника Ариса Джеймса. Вроде Рис его зовут. Вот. Поэтому... А сейчас мы переходим к игре с Локомотивом. Матч за Суперкубок. Изнит Локомотив. 4-0 мы их обыграли в последнем матче. Так, ну и все. Состав на ваших экранах. Мой самый стартовый состав. Надеюсь на победу. Зенит Локомотив. Суперкубок России. Поехали. Итак, Konami Stadium. Зенит против Локомотива. Суперкубок России. Поехали. Ну вот Суперкубок России. Мы, кстати, вот выигрывали все разы, как только и становились чемпионами России. Также 3 Суперкубка России у нас в копилочке. Так, ну вот сейчас вот очень будет опасный штрафной. Элведи там нарушил. Ну и это, мне кажется, стопроцентный гол. Давно нам не прилетало со штрафных. Внимание. Отлично здесь накрыли. Ну-ка. Нет. И как вот сейчас я не знаю, почему Мерит не стал забивать. Но 10-я минута. Мы снова, кстати, пропускаем первый. В матче за Суперкубок такое было в прошлом сезоне. Против Ротора мы играли. Ну вот обидно. Но мы пропускаем, к сожалению. И Габи Жезу сравнивает счет. 61-я минута. 1-1. Зенит забивает. И снова, как год назад, мы сравниваем в матче за Суперкубок. Россию. И Чалов забивает и выводит нас вперед. 71-я минута. Из них впервые повел в этом матче. 2-1. И 3-1. 80-я минута. Жезу забивает дубль. Увеличивает наше преимущество. И вот так вот. Отдали мы в прошлом сезоне Кубок России Локомотиву. Хоть и проиграли в полуфинале. Но все же. 4-1. Здесь уже и Паласио забивает. И мы снова забиваем 4 мяча в ворота Локомотива. И все. Финальный свисток. Зенит одерживает для себя очень важную победу на старте чемпионата. На старте сезона. 4-1. Обыграли Локомотив в матче за Суперкубок России. Лучшим стал Жезу. 7-5 у него оценка. Так. Моя команда по Караваеву. За 4-400. Решил ЦСКА все-таки его подписать. Все. Мы соглашаемся. Денег нам хватает на подписание Джеймса. Поэтому все. Сразу же буквально в этот же день Джеймс отправляется из Лондона в Санкт-Петербург. Так. Ну и здесь все в принципе. Ждем теперь по Шамуродову. Предложение. Ему кстати 28. Ну. А дальше уже Фоден скорее всего покинет нашу команду. Так. Вот. Четвертый, как я и сказал. У нас трофей. То есть в каждом сезоне нам осталось только в этом выиграть чемпионат. Тогда у нас будет 4 чемпионата России. 4 суперкубка. За 4 сезона. Так. Джеймс присоединяется к Зениту за 17,5 миллионов. Он перешел в Караваев. Перешел в ЦСКА. Ну и все. Только вот такие вот трансферные новости у нас. Да. Нам вот показывает Джеймса. Вот все. Англичанин. Такой же защитник. Лидер. 24 года ему. Итак. Что вы чувствуете перед первым матчем? Ну все так же. Будем говорить уже 4 год подряд. Возьмем хороший старт. Будет легче завоевать нам титул. Так. Ну и кстати да. Перейдем сейчас в план игры. Нам надо поставить Джеймса на скамейку запасных. Фодона сюда. Азмуна сюда. Так нет. Стоп. Гринут. Я не знаю. Давайте вот так. Вот Азмуна лучше возьмем на скамейку запасных. Ну и все. То есть Джеймс у нас не покупался. Как основной правый защитник будет он у нас на скамейке запасных. Ну а там посмотрим. Вдруг обгонит повара. Так. Вот по шамуродову. Севилья. Давайте я все-таки начну пока переговоры. Потому что у нас в любом случае 3 нападающих. Вот. Поэтому там чуть попозже мы найдем в любом случае ему замену. Вот уже кстати нашли. Но возрастной игрок сразу же Ливандовский. 35 лет. Идем дальше. Ухо. Вот это кстати интересный игрок. Ни разу его не подписывал. Виктор Асимьен. Так. Ухо. Да тут за копейки сейчас ему. Главное чтобы там. Я надеюсь у нас контракт с Шамуродовым хороший. Что зарплатный бюджет он нам расслабит немного. И Малин есть. А вот я не помню кстати Малина вроде мы подписывали. Только я не помню в какую карьеру. Вот это вопрос. Вот это вопрос. В любом случае подпишем двоих. Вот отправим предложение. А там уже сейчас посмотрим. Вот эти неплохо в любом случае Севилья за Шамуродова. Хорошая команда. Ну и давайте переходить. Сейчас играем против Уфы дома. Там через неделю у нас игра с Тамбовым. Так. Ну и ротируем состав. Будет у меня второй играть. Вот как раз Рис Джеймс дебютирует. Сумаре вместо Маркиниса. Пусть Фодун играет. Азмун в нападении вместе с Шамуродовым. Для Шамуродова это последний матч в составе Зенита. Ну и как-то так. Осталось вот Луку Мисаки нам поставить. Кстати смотрите ни у кого ниже среднего даже нет оценки. Ну и все. Вот таким составом мы выходим. Азмун с капитанской повязкой выведет Зенит на этот матч. Зенит Уфа. Поехали. Итак Газпром арена. Зенит против Уфы. Российская премьер-лига. Стартуем четвертый уже раз. Поехали. И Азмун забивает. 17-я минута на вот таком рикошетике. Но все-таки Серда Размун открывает счет. Голам своим и Санкт-Петербурга в этом сезоне. И вот в историю поет, что Серда Размун автор первого забитого мяча. В составе Зенита в российской премьер-лиге. И Азмун как забросил-то сейчас на Дреуси и все-таки забивает. Все-таки со второй попытки Дреуси смог пробить. 41-я минута была на табло. А это значит, что Дреуси забивает. Ну да, ладно, 40-я. Там уже доли секунды, наверное, отделили этот гол от 40-й и 41-й. Но все же. 2-0. Это главное. Зенит уверенно начинает сезон. И Азмун не забивает. Вот снова уже вторая штанга в матче у Зенита. Но в первом случае там добивание очень хорошо сыграло на сторону Зенита. И Дреуси все-таки смог забить свой первый гол в сезоне. Подача. И Азмун делает счет 3-0. Дубль иранца. 55-я минута. Ребята действительно молодцы. Начинает сезон с крупной победой. Во-первых, в матче за Суперкубок 4 мяча забили. Локомотивы победили 4-1. Ну и вот здесь разгромно начинают уже на домашнем трибуне, на домашнем стадионе. И Азмун забивает 3-3. 88-я минута. 4-0. И в первом же матче сезона в чемпионате России Азмун забивает 3 мяча. 4-0. Первая разгромная победа Зенита в этом сезоне. Дубль. Ой, извиняюсь, не дубль, дубль. Дреуси дубль забил. Один гол Себаси на Дреуси. И три мяча от Сердара Азмуна. 4-0. 4 у нас было ударов в створ. Четыре мяча побывало в воротах Уфы. То есть практически там никаких моментов даже у вратаря не было. Вот там сейвов каких-то перехватывают были. Вот сейвов таких после ударов не было, как вы видели. 8,5 оценка у Азмуна. Ну и после первого тура мы возглавляем турнирную таблицу. 4 забито. Ноль пропущено. Итак, у нас сообщение очередное. Переговоры по моей команде. Так, Шамуродов за 5 миллионов. Ровно так решила все-таки Севиле забрать Алдора Шамуродова. А у нас 3,5 миллионов есть на зарплату. Сейчас либо Асимьену. Немножечко вот прям не хватает. Так, посмотрим. Ну Асимьен даже постарше, но у него и рейтинг-то получше. Поэтому давайте сейчас попробуем годовую зарплату немножечко уменьшить. Так, бонус за выход на поле не обсуждается. Так, ну и давайте за гол мы ему вот так вот 16 тысяч отвалим. Поэтому попробуем, почему бы нет. Но если что, у нас есть в любом случае запасной вариант это Малин. Вот, он помоложе. Но все-таки рейтинг пониже у него. Итак, лучший футболист Европы. Премия Исерда Размун ее получает. Вот так вот. Очередной игрок из НИТ, который эту награду забирает. Представила жеребьевка. Мы, кстати, против Слави играем. Мы видим сразу Баппе в группе смерти. Ну и Шамуродов перешел в Севилью. Так, об уходе игрока, да. Давайте сразу посмотрим жеребьевку Лиги Чемпионов. Мне интересно. Зенит, Реал, Фенербахче. Ну вот как-то так. Против Реала мы играли в прошлом сезоне. Одна ничья и одна победа. Это было, если не ошибаюсь, четвертьфинал Лиги Чемпионов. Чемпионов против Фенербахче вроде ни разу не встречались. Ну и против Слави тоже. Поэтому, мне кажется, вот так же можем выходить. Как и в первом сезоне у нас единственный был конкурент, это Бавария. Но мы смогли с первого места тогда выйти в плей-офф. Так, это идеальная команда для меня, говорит Габриэль Жезус. Очень приятно. Так, 8 йен. 8 йен. Все. Мы договорились со Семьеном. 3 миллиона 300 у него зарплаты. И за 21,5 миллион мы его покупаем у Наполи. Так, с Малином, значит, все переговоры мы заканчиваем. Идем дальше. Здесь у нас Фил Фодден. 81 рейтинг. Даже уже, вы смотрите, мы 80 плюс игроков убираем. Поэтому должны найти мы хорошего. Пока на его замену ходим на не основной у нас центральный полузащитник. Но все же, мне кажется, вот 85 плюс, но мы должны брать игрока. Не ниже. Просто все, теперь уже хорошая у нас команда, которая обязана выигрывать Лигу Чемпионов. С вот таким заделом мы будем искать. 85 плюс игрока. А Семьен прибыл на базу. Уже ему президент Зенита показывает все наши, так сказать, угодья. Ну и все за 21,5 миллион из Наполи. Супер. Пеппи переходит из МЮ в Тоттенхен. Ну, а у нас пока что все главные новости к данному часу, так сказать. Вот А Семьен. Все супер. Больше ни по кому предложений не поступало. Так, снова переходим в план игры. Ну и Чалов немножечко у нас побыл, так сказать, основным игроком. Теперь будет А Семьен. Ну и вместо Азмуна теперь на скамейку запасных Чалов. У нас Азмун уже даже в резерв опускается. Ну вот, как-то так. Так, у нас сейчас игра против Тамбова. Они идут, кстати, на четвертой строчке. У них тоже первая была победа. Но мы играем на выезде. Дальше через много-много времени игра у нас в чемпионате России. Вот, в кубке. Извиняюсь. Не в чемпионате России, а в кубке. Против Тульского арсенала. Поэтому я бы сейчас вышел первым своим составом. Вот этим, который на поле. Который показывает. Ну вот, да. Поменял бы тех, кто не может. Из-за плохих форм. Ну и все. Давайте Дреуси даже выпущу с пиковой формой. И Аки вместо Таха. Все. Вот таким составом мы выходим. А Семьен еще и с пиковой формой. Надеюсь, забьет сегодня свой дебютный мяч. Тамбов-Зенит. Поехали. Итак, Спартак-Арена. Тамбов принимает Зенит. Второй тур чемпионата России. И поехали. А Семьен забрал, кстати, девятку Элдора Шамуродова. Ну, потому что там по факту у нас атакующих номеров не сильно-то и осталось. Поэтому А Семьен забрал вроде свой же и девятый номер, который у него и был в Наполе. И Дреуси забивает первый гол. Супер. У Дреуси уже два мяча в этом сезоне. Один забил Локомотиву. Суперкубки здесь уже забивает на выезде Тамбову. Ну, супер. Снова мы выходим вперед. Ну, здесь получилось перед самым перерывом почти. Ребята, молодцы. И 4-0. Ух, какие 4 уже, почему? Не знаю. 4-0 решилось так сказать. 2-0. Жезус забивает. Он забивал ворота. Локомотива тоже. Он забил дубль, если я не ошибаюсь. Тогда Дреуси забил один. Если я не путаю. Дреуси, кстати, и Уфе забил в первом туре. И все-таки Асимьен забивает свой дебютный гол. 81-я минута. Мы снова забиваем 3 мяча. Уже третий матч подряд. Но вот получается пока что в российской премьер-лиге много забивать и не пропускать пока что ни одного. Слава Богу, это у нас выходит. Асимьен забивает дубль. И снова третий матч подряд. Зенит забивает 4 мяча. Но супер дебют, наверное, у Асимьена сейчас получился. Ребята действительно молодцы. И Асимьен забивает в самом же первом матче хэд-трик. Супер у нас за матч. 2 хэд-трик. 1 от Сердара Азмуна. В первом туре российской премьер-лиги. Вот здесь уже Асимьен забивает во втором. Ну супер. Партнеры ему уже будут доверять уж точно. И ему увереннее будет играть. Поэтому супер. 5-0 хэд-трик Виктора Асимьена. И финальный сесток, я надеюсь, сейчас уже будет. Все, все так и есть. Дрюси и Жезус забили еще по мячу. Но мне кажется, звезда сегодняшнего тура это Виктор Асимьен. Ну и надо бы его, наверное, на обложечку сегодняшнего выпуска обязательно добавить. Так, после второго тура мы все так же на первом месте. 9 мячей забили мы первые. Ну и не пропустили тут так же, как и Локомотив за первые два тура. Ну все супер. Так, болельщики недовольны тем, как играет Сумаре. Последний день периода трансферов. Варди переходит из Манчестер-Сити в Челси. Удачно написался в команду Асимьен. Клюверт может перейти в Уолверхэмптон. Ну и трудяга получает роль Паласио. Ежемесячный отчет за август у нас вот готов. Так, ну у нас все, кстати, последний период. И последний день летнего трансферного окна. Так, переговоры по моей команде Клюверта. Да, вот Уолверхэмптон за неплохие такие деньги. За 45 почти там миллионов. На 15 миллионов больше рыночной стоимости. Хорошее предложение. Так, очередное предложение от Уолверхэмптона. Они даже ничего не подняли по рыночной его... Ну, предложение. Не улучшили его никак. Поэтому мы снова, естественно, отклоняем. И все. Период трансферов закончился. Неплохую трансферную кампанию мы провернули. Подписали Маркинис, Сумаре, Мерит. Это, во-первых. Ну и Виктора Семьена. Поэтому, мне кажется, Анда и Джеймс, правозащитник. Очень много хороших футболистов подписали. Продали, получается, Лунева, Караваева, Портея, Бариоса, Шамуродова. Вроде никого не забыл. Вроде никого не забыл. Так. Приходит у нас сообщение. Устал с игроков. Сборная месяца Дриуси и Фоден попали. Фоден плюс единичку к рейтингу добавил. Гринвуд. Сумаре. Ну и все. Из основного состава это все игроки. Что у нас по переговорам? Очень маленький у нас зарплатный бюджет. Вот. Я бы хотел подписывать. Да, вот Альбиоля. Но у него уже миллион семьсот. Контракт начинается. Поэтому. Как-то так. Как-то так. Переходим к игре с Тульским Арсеналом. В Кубке России. И там через три дня игра в Лиге Чемпионов. Поэтому здесь вторым составом мы сейчас выйдем. Ну что же. Состав на ваших экранах. У нас Пикфорд уже получает капитанскую повязку на этот матч. Зенит Тула. Поехали. Итак, Роспарк Стадиум. Зенит против Тульского Арсенала. Играем на нейтральном стадионе. Поехали. И Азмун делает счет 1-0. Четырнадцатая минута. Зенит выходит вперед. В четвертом матче. В третьем. В третьем подряд. И забивает в четвертом. Мне это действительно радует. Хотелось бы, я не знаю, вот такую какую-то уже планку поставили по ходу этого сезона. Выигрывать матчи с разницей плюс три. Наверное так. Разгромными. 4-1 обыграли Локомотив. 4-0 обыграли Уфу. 5-0 обыграли Тамбов. И вот сейчас Тульский Арсенал. Желательно было бы забить как минимум три мяча. И все. Финальный сесток. Минимальная победа получилась. У Зенита над Тульским Арсеналом. Не получилось нам, так сказать, побольше разгромных матчей. А очень хотелось мне каждую игру выиграть минимум со счетом 3-0. Ну вот. Неплохой матч. В любом случае показали. Четыре удара, три створ. Правда, один гол. Но ни разу створ Тульский Арсенал нам не пробил. Очень хорошо себя показали сегодня в обороне. Так. Ну а дальше, я так понимаю, мы встретимся. Так, давайте сразу. Тамбов-Краснодар. Локомотив-Урал. Зенит против Ростова. А Рубин против Спартака. Ну вот как-то так. Итак, легко ли вы можете стать лучшими в группе? Интрига сохранится до конца, потому что там Андридский Реал ничего не знаю. С командой играть будем третий-четвертый раз за всю историю. Поэтому, так, еще одна пресс-конференция. Ротация. Ну давайте посмотрим. Гринут в составе это был верный шаг. Он стал ключевым фактором победы. Мы будем так говорить. Лишь бы его не обидеть. Так, переговоры. Скауты нам находят центрального полузащитника на замену Филу Фодену. Тони Кросс. Но 33 года. И рейтинг 84 нет. Так, Гиндузи. Рейтинг 83. Я пока что его добавлю. Пока что. На всякий случай. Но хотелось бы 85. Я вот в 85 сразу буду начинать с ними общаться. Вот Бартуаль. Не знаю, что вообще за футболист. Но в любом случае отправим сейчас по нему предложение. Вот как-то так. В любом случае они, кстати, спишутся у нас эти предложения. С наступлением уже после зимнего трансерного окна. Потому что они вот так вот начинают списываться. Как бы убираться полностью. Дарючий стал бойцом у нас в команде. Ну и все. На этом мы заканчиваем сегодняшний выпуск. Ребят, всем спасибо большое за просмотр. Обязательно подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать наши новые видеоролики и стримы. С вами был Андрей и канал Футбол. Это же до новых встреч, друзья. Всем до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok